Чё б не радоваться жизни, а? Скажите мне. Я вот радуюсь жизни. Я решила её сейчас по-быстрому приготовить. Ну вот разделила на соцветия. Сейчас вот яйцо обваляю. И в панировочку вот так вот. Раз-раз. Ну что, девочки, давайте рассмотрим, что у нас тут за подарочки от Фаберлик. Зашла в магнит. И что-то я тут не узнаю. Вход переделали. Ну переделали всё. И мне как-то страшно. Ну я надеюсь, палец мне не отрежут. Вместе с кольцом. Вот. И тогда, мне кажется, Насте будет интереснее кушать блюдо, которое она приготовила сама, своими руками. Да, Настюша? Да. Всем доброе утро, мои хорошие девочки. Сегодня у нас солнечная погода. А потому что морозит. Сейчас на улице 0, а ночью было минус 5. О! Холодно. На улице лужи у нас подмороженные. Я смотрю, замороженные лужи. Вот и зима, вот и мороз. Вот и у нас теперь морозит. Но зато солнышко светит, небо голубое. А это меня радует. Я это люблю. Я уже успела смонтировать видео. И вот поставила я вариться капустку цветную. Буду делать шарики на сковороде кругленькие. Погода меня радует, девочки. Но я сегодня проснулась вообще в 3 часа ночи, честно говоря. Вспомнила, что мне очень длинное видео нужно монтировать. И мне уже не спалось. Что-то спать больше не захотелось. И поэтому я встала и монтировала видео. Но уже я закончила монтаж. Оно выводится пока. Вспомнила я про капусту цветную. Я, честно говоря, купила и забыла. Я ее в ящик вниз положила и про нее забыла. Она уже неделю, наверное, пролежала там. И я про нее вспомнила. Думаю, ой, она там, наверное, уже это... Ну, нет, нормальная. Там чуть-чуть, может быть, черные точечки где-то появились. Но это ерунда. Там все это можно срезать. В общем, короче говоря, поставила варить капусту. Обваляю потом ее на соцветие. Я порежу, обваляю в яйце, в панировке, как это я обычно делаю. И на сковородочку обжарить. Получаются такие шарики вкусные, сочные и хрустящие. Хрустящие сверху, сочные внутри. Вот. Я очень люблю такие. Вот такую капусточку. Сегодня мне еще нужно будет забрать фаберлик. Я заказала, девочки. Сделала заказ. Там у меня подарочки для подписчиков на конкурс. Вот. И я хочу сегодня, мне нужно забрать, потому что завтра они выходные будут. Сегодня обязательно нужно пойти забрать заказ. Вот. Я просто боюсь, что к этому времени мне уже очень сильно захочется спать. Я так уже чувствую, что скоро у меня уже глазки так немножко закрываются. Но надо будет или поспать раньше, потом пойти забрать, либо как. Ну, в общем, забрать обязательно надо сегодня. Я вам потом это все покажу уже. Что там будет. Какие там средства я заказала на подарочки. Вот. Сейчас у меня пока что в голове капуста. Пока видео вводится. Я сейчас немножко отдохну. Чуть-чуть надо полежать. А то я что-то подустала сидеть. Все время сидим. Сидишь, работаешь. Потом спина начинает болеть. Вот. И что? Мне сейчас на ум больше ничего не приходит. Вроде как бы таких вот особо сильно срочных дел. То, что срочно, это в голове держу. А то, что не срочно, не держу. Вот. Попозже чуть-чуть к вам вернусь. Девочки мои, я вышла на улицу. На улице солнечная погода. Классно. Ну, я смотрю, лужи замерзшие. Лед на лужах. Такой. Вот. Уже все холоднее и холоднее у нас становится. Но то, что солнышко светит, оно прям радует. Классно. А я иду забрать свой заказик. Заказик Фаберлик. Хорошо, что сегодня с трех часов они выдают. Что можно пройтись по светлому еще. И получить удовольствие. Ой, я сегодня начала с утра делать. Но я проснулась, правда, в три часа ночи. А уснула в двенадцать. Поспала всего три часа. Проснулась. Вспомнила, что мне надо видео монтировать, думала. Ну, и у меня сразу сон прошел. Я решила уже сесть поработать. И, в общем-то, поработала. Туда-сюда. Поела, прилегла, пригрелась. И поспала еще пару часиков. В общем, сейчас уже видео проверила. И время подошло. Ой, какой типористик. Смотрите, какие тут стучки. Какие стучки на него. Пожухли цветочки. Которые цветочки еще были. Я смотрю на клумбах. Ну, уже пожухли от мороза. Вот. Так что я все. Отдохнула. Выспалась. Такая довольная. Вот. И решила сейчас пройтись по воздуху прогуляться. И заодно забрать свой заказик. О, погода классная. Да. И опять нету ветра. Вот это здорово. Хочу вам показать солнечное все. Красиво, когда от домов. Солнышко, да? Отсвечивает. Здорово. Так хорошо. Небо такое голубое. Чистое. Чего бы не радоваться жизни, а? Скажите мне. Я вот радуюсь жизни. Как только вижу солнышко, мне сразу радостно почему-то становится на душе. Ну, разве это не красота? Разве не прелесть? О, я думала теплее. Сейчас вроде бы там... Хотя у меня на градуснике солнышко светит, и ты не поймешь, сколько градусов. Ну, наверное, может быть небольшой плюс. Хотя, судя по тому, что лужи замерзшие, такое впечатление, что там минус все-таки. Ну, вот такая красота. Вот такое небо. Ой, голубое-голубое. Все, девочки, я дома, нагулялась, проголодалась. И вот эта капуста, я ее только сварила, что она у меня стояла. Я решила ее сейчас по-быстрому приготовить. Ну, вот разделила на соцветия. Сейчас вот яйцо обваляю. И в панировочку вот так вот раз-раз. Все. У меня сковорода сейчас уже прогревается. Пока она прогревается, я вот такие штучки сейчас тут быстренько понаобваляю. И пусть они у меня уже и пожарю. А жарятся они быстро. Капуста уже готова, она уже мягкая. Это только, чтобы панировка вот эта схватилась. Была немножко хрустящая корочка. И все. Зашла в шашлычную, купила кусочек шашлычка. И сейчас с этим шашлычком я капусточку вот эту поем с удовольствием и на ужин. И все. Ой, как здорово. Вот так вот все делается, девочки. Чуть-чуть решила подснять капельку. Смотрите, какое небо красное. Солнце село только, потемнело. И прям такое красное-красное небо. Необычно. Необычно и прямо красиво. Завтра, наверное, будет холодно или ветер. Это говорят обычно так. Ну, а я уже приготовила свои капусточки вкусненькие. И сейчас сяду ужинать, смотреть телевизор, отдыхать. Все. Доброе утро, все мои хорошие. Я проснулась. Проснулась. Я вчера пропустила один день. Потому что я вчера ничего вообще не снимала. Сегодня уже суббота. Сегодня ко мне придет Настя. Я сегодня буду целый день с Настей. Но у нее тренировка. Отведу, но тренировку заберу. Вот. А вчера мне что-то снимать. Вчера вообще не было сил никаких. А я прислушиваюсь к своему внутреннему голосу. Если он мне говорит, ничего не делай, отдыхай. Значит, так надо. Вот. Ну, я вчера набрала сил. В общем-то, и сегодня с новыми силами продолжаю это видео. Сейчас сижу, пока пью кофе. Уже у меня соседка побывала. Уже с ней попили кофе. Она уже пошла заниматься своими делами. А я своими. Так. Мне Настюху скоро приведут. Часа через два. У меня немножко есть времени. И я думаю, что нужно вам показать, наверное, что же я там в заказе к Фаберлик заказывала. А заказывала, девочки, там подарочки для конкурса. Я думаю, что, наверное, вам любопытно узнать, что там будет на подарочке. Я вам сейчас это дело покажу. Ну, что, девочки, давайте рассмотрим, что у нас тут за подарочки от Фаберлик. Заказала я три вот такие туалетные, туалетная вода. Вот такие туалетные воды. Три штуки. Здесь одна с запахом мускуса, запах фиалки и запах сирени. По 30 миллилитров. Вот такая. Это чтобы вы пахли приятно весной прям. Дальше заказала я крем для ног снятия усталости. Лов. Это любимая овечка. Это очень хорошее средство. Я им сама пользуюсь, мне нравятся. Вот три штуки заказала я на подарочки вам. Также лов заказала для рук. Тоже три штуки. Тоже вам на подарочки. Снимает усталость. Очень хорошая такая нежная консистенция. Мне очень нравится. И я с удовольствием сама пользуюсь вот этими средствами. Дальше заказала я бальзам для губ. Бальзам он как бессветный, но как написано колор. То есть легкий-легкий там такой есть оттеночек. И тут три разных оттеночка. Розовый, бежевый и еще какой-то нежно-розовый. В общем, покажу еще поближе. Заказала всем пробнички по одной штучке. Это пробничек, вот этот вот крем, который наносится как основа под макияж. Можно как самостоятельный крем использовать. Он сглаживает тон и сглаживает недостатки. Как-то вот это то, что вы говорили, вот он нравится кому-то тоже. У меня есть такой полноценный пузырек. Но вам пробнички, чтобы вы попробовали и чтобы вы могли понять, нравится вам, не нравится. В общем, крем этот очень хороший, делает бархатистой кожей. Если вы не хотите краситься, вот я, например, иногда краситься мне не хочется, даже тоналку наносить не хочется. Я просто наношу этот крем, и он более-менее выравнивает цвет кожи. В общем, как бы неровности, широковатости, пятнышки, вот как бы немножечко это скрывает. Это как крем-ретушь. Укрепляющая маска-патч для кожи век. Вот такие тоже я заказала вам. Три штучки и себе еще одну заказала. Это как раз вот патчи для век. И для губ тоже. Скраб для губ и маска. Фидрогелевые патчи для губ. И как скраб, и как патч для губ. Вот тоже такие заказала вот я. Три штучки вот они. Ну и себе я заказала еще уже дополнительно. У меня заканчивается вот этот мист. Дрем терапи. Это перед сном. Кстати говоря, очень даже улучшает, так сказать, расслабиться, дает и улучшает сон. Засыпание, само засыпание помогает уснуть легко. Ну и напоследок фаберлик каталожик на новый каталожный период. Начинается у нас каталожный период. 18 номер каталога. С 6 декабря по 26 декабря. Вот тут уже 100% новогодние будут уже какие-то еще подарочки. Будем выбирать к Новому году. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такой вот кратенький обзорчик, по крайней мере, я вас ознакомила с тем, что у нас будет на подарочки. А скоро у нас уже, очень-очень скоро у нас уже будет конкурс. Будем разыгрывать эти подарочки, бьюти-боксики. Три будет победителем. Ну это я вам показала, девочки, только то, что будет из фаберлик. Но кое-что я еще положу и не из фаберлик. Кстати, ссылочку на фаберлик я оставлю внизу в описании. Если кому что-то понравилось, заходите по ссылочке и выбирайте. Очень много скидочек. Сейчас акции очень хорошие проходят перед новогодними. И на подарочки очень много чего можно выбрать на сайте фаберлик. Всем привет, я хочу вам рассказать одну... Раздевайся, раздевайся. Две новости, очень хорошие для меня. Первая новость, это у меня считается седьмой зуб. Вторая новость, мне папа подарил вечером колонку. Такую вот кругленькую, ну не кругленькую, знаете, ну как квадратик. Ты раздевайся, раздевайся, жарко у меня. Мини-квадратик такой. Так, и что ты с этой колонкой делать собираешься? Мы будем песенки слушать сегодня вечером, мы песенки послушали. Мне колонка нравится, она красивая. Я буду под нее танцевать, слушать музыку, петь. Молодец. Ладно, давай светерочек сейчас снимай. Но нам с тобой меньше часа времени осталось до тренировки. Поэтому сильно, в общем, раздеваться не будем. Сейчас чем-нибудь займемся недолго, да? И потом на тренировочку. Ты покушала хорошо, не голодная? Нет. Молодец. Я покушала. А то тренировка сегодня долгая у вас, так что, чтобы ты не голодная была. Здесь часа с половиной всего полтора и полтора. Да. Все, молодец. Вот и мы вышли с Настюшей. Идем. На тренировку. На тренировку идем. Ой, на улице так пасмурно вообще. Ну, плюс четыре градуса. Ну, вроде бы нету ветра. Вот это хотя бы, хотя бы это радует. Ой. Ну, как-то так вот серо. Серое-серое небо затянуто совсем. Прохладненькое. Вот так вот надо. Раз. Нравится мне в этом пальчишке то, что вот так вот раз. Затянула, завязала тут. О. И никуда ничего не поддувает. Ну, все. Вышли мы. Погнали. Ну, все, девочки. Настю я оставила на тренировке. Тренировка будет у нее три с половиной часа. У меня сейчас пока есть свободное время. И я решила зайти к ювелиру. Попробовала снять кольцо. Что-то мне уже прям хочется его снять. Я думала, что надо, чтобы оно снималось. Вот. Ну, и пройдусь по магазинчикам. Что-нибудь куплю. Так. Ювелир пока еще закрыт. Откроется через час. Ну, сегодня он до четырех. Значит, попозже приду. Зашла в магнит. И что-то я тут не узнаю. Вход переделали. Ну, переделали все. Ну, пойдем посмотрим. Что-то надо купить здесь. Я смотрю, здесь полную перестановочку сделали. Тут сладюшки были в этом ряду. Все переставили. Ну, хорошо. Ладно, будем искать. Вот. Вот. А тут поставили в ряд холодильники, которые дверями закрываются. Потяни на себя. Я люблю, когда вот холодильники закрываются дверями. Это уже по-современному. Там лучше холод сохраняется. Нашла я блины. Это вот блины, которые я брала тогда. Я возьму две пачки сразу. Девочки, кто интересовался, вот блинчики без начинки. 83,99. Это вот эти блинчики с пылу и с жару. Они уже готовы. Их нужно только разогреть на проволновке. Или на сковороде. И можно с любой начинкой кушать. Беру две пачки. Они мне очень понравились. Пришла я домой, девочки. Набрала опять два пакета. В общем, вот это все я взяла в магните. Сорт нулевой. Я взяла яйца. А почем? А почем уже не помню. 80 с чем-то они стоят. Ну, такие вот хорошенькие. Так, взяла я макароны. Были по акции вот эти. Форельку взяла. Прованские травы. Приправа к мясу. Это я буду готовить попозже. Блинчиков две пачки я вам уже сказала. Так, Настюше я взяла сок. И взяла вот такой вот йогурт. Еще взяла яблоки, мандарины. Чтобы было ребенку что кушать. Так, огурцы свежие. И взяла еще Настюше пирожок. Один киндер себе, один ей. Я очень люблю вот эти вот киндер пинды. Ну, еще я зашла в Кущевский мясокомбинат. Там продукция продается. В общем, взяла две рульки. Буду делать зельц. Рулька-голяшка. 189 рублей килограмм стоит. Ну, здесь 2-300 почти у меня. Две рульки. Так, взяла сердечки куриные. 295 рублей килограмм стоит. Ну, тоже почти килограмм. 800 с чем-то грамм. Так, взяла я вот такие вот куриные. Вернее, это рыбные котлетки. Две штучки взяла. Я их еще не пробовала. Надо попробовать. А куриные я котлеты уже брала. 399. Куриные вкусные. А эти почем? 459 рублей килограмм. Так, ну, эти вот подороже. Надеюсь, вкусные будут. Ну, взяла вот эти вот рулетики. Немножко они чуть раздавились у меня. Это яичный рулет с сыром. Вкусный-вкусный. 265 рублей килограмм. В общем, есть что покушать. Есть из чего готовить. Очень хорошо. Девочки, решила я попробовать рыбную котлету. Котлета очень большая. Прям огромная. Вот, довольно-таки приемлемая котлетка. Мне очень нравится. И вот один рулетик я сейчас съем и вообще наемся. Но правильно я сделала, что взяла куриные. Потому что чуть-чуть они с перчинкой. Ребенку может не понравиться. Ну, она может рыбные просто не захотеть. Пускай куриные покушают. Все, девочки, я пообедала. Чуть-чуть отдохнула и вышла немного раньше. За Настей хочу все-таки зайти к ювелиру. Честно говоря, волнуюсь немножко. Я просто не знаю, как это делать. Но он мне как бы объяснил. Но я никогда не видела, как это делается. И мне как-то страшно. Ну, я надеюсь, палец мне не отрежут вместе с кольцом. Кольцо все-таки хочу снять. Потому что, ну, мало ли что бывает. Вот нужно снимать золото. Все остальное легко снимается. А это раз и не снимается. Это же никуда не годится. Надо, чтобы снималось. Вот, так что хочу его снять. Ну, и по возможности, наверное, чтобы мне увеличили размер, чтобы оно у меня потом снималось, одевалось легко. Вот, так что до конца тренировки, больше часа еще, я вышла пораньше и быстрее иду. За это время, пока я была дома, я смотрю, уже дождик прошел на улице пасмурно-пасмурно. А, кстати говоря, сейчас плюс 5 градусов. Вечером будет плюс 7, ночью будет плюс 8, завтра будет плюс 13. И последующие еще несколько дней, там, до 15 плюс будет у нас. Но дождь, будет дождь. В общем, вот так. Все, бегу, бегу. Девочки, вот у кого, если кто-то кольцо не может снять, вот смотрите, вот такой вот штукой, вот как лобзик, да, тоненькая-тоненькая струна. Она с одной стороны гладкая, это со стороны пальца. А с другой стороны она такая шершавая. И вот видите, мне кольцо сняли. Видите, что у меня тут. Ну, теперь надо будет недельки 2-3-4 походить, чтобы восстановилось мясо на пальце. И тогда уже кольцо я сделаю, размер увеличим, и будет нормально все. Все, спасибо вам. До свидания. Так, кто-то занимается. Настюша уже оделась, меня ждет. Их раньше что-то отпустили. Ну, я быстро управилась. Другие девочки еще занимаются. Акробатикой. Мы с Настюшей пришли с тренировки. Я сразу Насте сунула булочку с соком. Пока она кушает, я вот думаю, что-то дальше надо будет нам тоже покушать. И вот я спрашиваю, Настя, ты хочешь оливье? Ты оливье будешь есть вообще попозже? Ну, так себе. Ты вот так, как бы, не то чтобы сильно любишь, но в принципе ешь, да? Да. Ну, покупные мне так уж и сильно. Покупные. Слушай, у меня есть к тебе предложение. Я уже приготовила все продукты, и сейчас ты посмотришь, какие продукты тебе нравятся больше, какие там меньше, допустим, нравятся. С чего бы ты, может быть, что-то положила бы в оливье или нет? Я хочу, чтобы ты оливье приготовила сама. Ну, и, конечно, я тебе буду помогать, безусловно. Ну, чуть-чуть оливье, может быть, мы вместе с тобой сделаем. Ты согласна? Да. Ну, давай попробуем. Сейчас я вам покажу, как я готовлю оливье. Ну, бабушка мне поможет. Я сейчас вам покажу, из чего делается оливье. Из яичек вареных, из картошки. Картошку уже увидели. Из картошки. Из огуречиков таких соленых, ну, мало соленых. И с вязанки безжирной такой. И самое последнее, ой, еще не последнее. Такой горох. Вот такой. Зеленый горошек. Да, зеленый горошек. И майонез тоже такой маложирный. Майонезный соус 15% будем делать. Ну, и, как всегда, в оливье. Ну, должна быть сметана. Да. Ну, мы... Начнем резать, да? Так. Давай начнем с картошечки. Бери маленькую картошечку. Настя я дала вот такой вот нож, который безопасный совершенно. Вот. И вот смотри, давай, чтобы тебе было полегче, ты одной рукой держишь, а другой режешь. Нужно будет, чтобы у нас получились кубики примерно такие по сантиметру, да? Вот я тебе сейчас вот так вот помогу, чтобы тебе было легче. Вот половинка раз. И вот другую половинку. В общем, одну картошечку ты, другую я. А потом режешь вот на такие вот долечки и потом вот на такие долечки. Получатся кубики. А я другую картошку. Ты одной рукой режешь, а другой придерживаешь. Настя оливье, как бы сказала, любит, но так не очень, чтобы и очень. Ну, еще смотря из каких продуктов приготовлены. Правильно, если там любимая колбаска, если там вкусный майонез, там, да, вкусные огурчики, ну, все остальное вкусное, тогда она будет кушать. Да. Ну, отодвинь, ножичком вот так вот возьми, подвинь стороночку чуть-чуть. Вот. И режь вторую половинку. Давай. У тебя хорошо получается. Я говорю, Настя, а если ты сама приготовишь, наверное, же будет вкуснее, как вы думаете. Как вы думаете, напишите в комментариях, девочки. Ну, мы сейчас посмотрим, сами порежем оливье. Сделаем чуть-чуть, как раз вот нам покушать на 2-3 порции. Вот. И тогда, мне кажется, Насте будет интереснее кушать блюдо, которое она приготовила сама, своими руками. Да, Настюша? Да. Держи одной рукой, придерживай и начинай вот резать потихонечку. Ну, ручкой снимай. Все. Все. Молодец. Я сейчас немножко камеру опущу, чтобы видно было, что мы тут делаем. Так, мы в мисочку это сбрасываем картошку, теперь мы яйцо порежем. Есть я возьму. Давай яйцо режем вот так вот. Смотри, давай я тебе покажу. Левой рукой держишь яйцо. Давай пополам разрежем. Вот так вот. И потом вот так положим половинки. Вот так. Ложи половинки вот так вот желтком вниз. Так. И вот теперь, как картошечку, режешь вот так. Вот такие вот долечки, вот такие полосочки. Вот. И теперь вот эти долечки еще режешь вот такие, получается, кубички. Вот такие вот. У меня желтки попадали. Это ничего страшного. Просто все равно вот так вот. Вот так вот можешь положить. Вот так. Просто чтобы были такие вот примерно кубички. Не обязательно, если они будут неровные. Это же мы для себя делаем салат, не для гостей. А нам пойдет и так. Да, ты пока учишься, у тебя все равно сейчас оно еще как бы и не получится, как у взрослых. Но это ничего страшного. Настя, лучше резать не от руки начинать, а справа и идти ближе к руке. Потом ты руку отодвигаешь и все. Так, ну-ка покажи. Вот так. Почешь. Ну, немножечко крупноватый, но ничего страшного. Смотри, Настя, вот тут ты держишь, смотри, левой рукой ты держишь с левой стороны. Смотри сюда. Потом ты режешь отсюда. Руку вот эту ты двигаешь левее, отодвигаешь. Раз, придержала. Вот это сняла. Придержала. Придержала. Левой рукой, левая рука, она всегда придерживает. Смотри, смотри. Раз, раз. ты эту руку отодвигаешь и потом ножик опускаешь. Поняла? Вот так. Давай. Ну давай, так и научишься, глядишь, готовить. Все мы через это проходили. Все учились вот так постепенно. Настя старается, чтобы аккуратненько было. Настя смотри, этот кусочек еще толстый и вот этот толстый. Давай еще пополам. Ну еще там. Или вот так? Вот так, да. Все, а теперь вот так поворачивай и вот так вот его режь. Начинай справа налево резать, потому что слева у тебя рука здесь должна быть. Рукой придерживаешь, вот так. Да. Вот так. Главное, чтобы пальцы свои не порезала и все. Ну и режь дальше другие остальные. Вот так вот тут конец. Вот так. Да уже не складывай ты прям так. Давай режь смелее. Давай еще вот так вот можно взять вот так вот ножичком. Раз, раз. Немножко измельчи чуть-чуть. Давай измельчи еще немножко. И вот эти вот большие тут немножко. Немножко еще измельчи, пройдись вот так ножом. Да, лучше помельче более. Все, прекрасно. Так, скидываем яйцо тоже сюда, мисочку вот так вот. Доска гнется. Можно вот так вот доску взять. Вот так вот раз и скинуть туда все. Ну, что не скинулось вот так. Можно я одну яичку съем? Можно. Так. Дальше. У нас идут огурчики. Огурчики идут. Так, огурчики давай я вдоль вот так разрежу, чтобы тебе было удобнее. Вот раз, раз, раз. Берешь один огурчик, вот раз полосочку и два полосочку. Ручкой придерживай. И не слева, а справа начинай резать. Слева у тебя рука должна быть, которой ты держишь огурец. Резательное движение делай. Нет, Настя, давай. Не получится огурчик. Давай вот так. Давай вот так вот я тебе сейчас разрежу вот так вот. Вот. И потом ты вот здесь вот держишь рукой, а тут начинаешь с краю вот это все нарезать. На. Нарезать. С краю держишь и нарезаешь. Так вот. Да. Не торопясь, не спеши. Главное, чтобы руки не поранило и все. Режь маленькие такие кусочки, маленькие кубички. Большие не надо резать. Большие потом они попадутся, будешь долго жевать. Разрезай вот это вот еще пополам. Одной рукой держишь, другой режешь. Нет, там уже нормально. Вот это вот держи. И начинай справа. Вот. Аккуратно только по рукам не режь. Придерживай. Одной рукой держишь, другой режешь. Потому что, ну, не давишь ножом, а вот так вот режешь, пилишь. Тем более нож у тебя не острый, поэтому ты пилишь. Все. Вторую надо положить. Так, ну. Надо чуть померить. Вот такие вот, видишь, маленькие кусочки. Так, давай еще вот так вот я тебе сделаю. Смотри, держи левой рукой, держи огурец. И правой рукой начинай вот с этого края, смотри сюда, резать, потихонечку двигаться сюда, к руке. Так. Смотри, вот это рукой ты держишь, прям держишь, чтобы она никуда не делась, этот огурец. А правой прям пилишь, как пилой. Все, по две штучки бабушка положила, чтобы мы обои делали. Ну, чтобы мы делали вместе, чтобы было немного, потому что, ну, покушать вот на раз. Завтра у меня там еще остались немножко картошка и яйца. Завтра можно будет свежее сделать, если что. Потому что, когда продукты отдельно, они хранятся дольше, чем уже готовые оливье. Смотри, смотри. Вот берешь, можешь по одному брать. Вот ты держишь, чтобы он не ездил. А вот этим ножом ты пилишь. Вот, даже сильно усилий не надо делать. Раз и все. И вот это вот. Раз и все. Ну, ты делай медленнее, а я быстро делаю. Потому что уже, мне кажется, рука набита. Так, все. У нас нарезаны уже огурчики. Так. Давай огурчики сюда складывай. Давай, рукой вот эту. Свободной рукой сюда их скидывай. Ой, руки как испачкались, так опустят. Все. Так, ну, теперь колбаску нам надо нарезать. У нас еще почти оливье, но у нас слегка яички, огурчик и картошечки. Ну, у нас уже много чего сделано. Так, давай колбаску. Так, одну колбасочку тебе. На. Одну колбасочку у меня. Я тут уже полосочки почти есть. Начинай, Настя, подожди. Начинай справа резать. Справа налево. Левой рукой ты режешь колбасу. Держишь колбасу. А правой режешь. Давай. Вот на такие правильно делаешь. На такие полосочки. Вот так. Смотри. Сначала посмотри, как я делаю. Раз. Раз. Полосочки такие. Колбаса мягкая. Режется. У тебя прям как башняка. Очень легко. Вот такие полосочки нарезать надо тебе сначала. Так, ну а теперь хочешь по одной полосочке. Я, например, вот так вот беру. Но я это держу левой рукой. Левой рукой держишь. Вот. И можешь даже вот так вот нож нажать. Прям, да, пускай и все. Вот оно, видишь, легко. И вот такие кубички. Старайся, чтобы кубички были такие небольшие. На колбаску самое легкое делать. Ну, колбаса, она легко режется, да. Ты же любишь, когда тебе маленькие кубики попадаются в тарелки. Ну, значит, делай такие кубики, какие тебе приятно будут кушать. Ну, вот такие надо чуть-чуть. Давай, это в стороночку. Давай, левой рукой держи колбаску. Левой рукой держишь колбаску. И ножичком начинай справа резать. Режешь по одной, давай по одной. Так, я пока открою баночку у нас горошечка. А горошек тоже надо делать? Нет, горошек он, вот он. Целенькие, кругленькие горошинки. Блин, небольшой колбаску, когда я резала. Блин, какая маленькая колбасинка получилась. Ну, давай, давай. Почикай, почикай колбаску, почикай ее. Тик, дальше давай. Тик. Вот, когда чаще будешь заниматься вот этим резанием ножом, тогда у тебя рука уже привыкнет резать и будешь... Ну, конечно, пока ты еще маленькая, пока еще рука не набита, как у взрослых. Тебе нужно вот такой безопасный ножик иметь. И вот что-то мягкое резать, то, что не твердое, то, что легко режется. Так, давай сюда скидывай, положи пока ножик, скидывай сюда колбаску. Давай вот так вот я тебе помогу. Так, клади. Так, теперь бери чайную ложечку. Давай, Настя, чайную ложечку. Да, да, чайная ложечка. И давай вот одну ложечку я вот так покажу тебе, да. Просто берешь горошек, но только вот так вот, чтобы там жидкости немного было. И вот скидывай. Еще давай. Ухватник. Жижу туда не надо. Ну, если чуть-чуть попадет жижа, это ничего страшного. Давай, давай еще, наверное, две ложки. Полные, набирай полные ложки. Давай вот сюда, Настя, чтобы она у нас горошек здесь не сыпался. Давай вот так вот над тарелочкой. Я там над тарелочкой. Я сейчас подниму, давай. Над тарелочкой бери еще ложку. Раз, опускай туда. Высыпай. Еще ложку набирай. Так, ну все, нормально. Хватит горошек? Я думаю, хватит. Так, хорошо. Так, и теперь давай мы с тобой сделаем туда еще сметанки. Ну, немножечко сметанки и майонезика, да? Смотрите, что у нас пока получилось. Такой вот красивенький этот. Я пока попробую горошек. Давай сюда ложку сметаны положим, вот так. И майонезика. Я больше люблю, я когда-то где-то олипье тоже когда-то готовила. Давай примерно столько же майонезика. Мама готовила? Выжимай. Ну, примерно столько же, сколько сметаны. Дави. Еще. Еще. Ну, наверное, пока хватит. Сейчас мы попробуем. Давай теперь аккуратненько все это мешай. Вот я люблю больше перемешивать. То есть, пока аккуратненько, чтобы никуда не сыпалось. Для этого нужно миску держать крепко, вот этой рукой крепко миску держи. А правой рукой просто бери вот так вот и переворачивай снизу, переворачивай вот так вот, вот, бери снизу, вот так вот и перемешивай. Вот так просто ложкой туда-сюда. Только держи миску хорошо, чтобы она не перевернулась. Ну, так больше на маленькие кушочки еще больше режется. Вот. Ну, все. Давай тебе я теперь еще чуть-чуть помогу помешать, перемешать. Сейчас попробуем на соль. Сколько нужно. Солить чуть-чуть надо будет подсолить еще немножко. Ну, вот оливье у нас, в общем-то, и готово, да? Оказывается, это так уж и легко готовить. Легко готовить. Ты видишь, по крайней мере, какие тут у нас использованы продукты. Все продукты нормальные, вкусные, домашние, да? И ты их все нормально ешь. И картошку, и яйца, и колбаску, и огурчики. И майонез ты любишь. Будешь теперь ты кушать оливье? Да. Вот. Сейчас мы его доделаем. Попробуем на соль. Вот. Ой, а у нас с солью в екарсе. Ну что? Попробуем? Да. Настя старалась, готовила, да? Давай. Как? Ну, так вкусно. Ммм. Немножко недосолено, но я не люблю сильно соленое. Так уже. Тоже не любишь сильно соленое? Угу. Значит, мы с Настей недосолено будем есть. Тебе нравится? Тебе нравится? О, да? Да. Ну все, можно и без хлеба, да, Настя? Ну, как бы сочно. Мы без хлеба можем поесть, да? Ну, сочно же, как и суп такой, знаешь. Это салат. Но здесь очень все вкусные продукты. Угощаю. Все очень вкусные тут продукты. Поэтому салатик получился вкусненький, да? Так что мы сейчас пока ставим на паузу и покушаем. Сейчас, Настя. Мы не на перегонки ели, но съели одновременно, да? Да. Хотя у нас порции были одинаковые. В общем, нам понравился. Мне очень, особенно огурчик. Да, огурчик очень вкусный. Вот эти берлинские огурчики. Можно было бы еще один туда добавить даже. А что, у нас же было два огурчика. Ну, было два. Нет, банка целая огурцов есть, но я не знала, какие они будут на вкус. Я их много не стала ложить. Если бы они были сильно соленые там. Они такие даже немножко сладенькие, вкусненькие. Хороший маринад. Вот. Так что Настя сказала, что ей о любви очень понравилось. Теперь любимое блюдо у нее, да? Да. Потому что она знает, как надо делать. Если что, даже сама кого-нибудь научит. Да, Настюха? Например, Алис. Ну, да кого угодно. Либо Сема. Ну, Сема, конечно, у нас ленивится. Он, ну, в телефоне любит сидит. Девочки, мы же с Настей зашли и уже начали делами заниматься. Я же вам хотела показать. Вот кольцо мое. И вот мне его, видите, как распилили и разогнули. Вот настолько пришлось разогнуть, чтобы его снять с пальца, с моего. Вот. А вот теперь выглядит, как палец. Видите? Прям чуть-чуть вот тут даже как пережато. Но кольцо вертелось. Оно не было прям сильно, не вросшее было еще. То есть даже было куда легко поддеть. Он говорит, бывают моменты хуже. Вот. Ну, в общем, месяц надо где-то подождать. Ну, после новогодних праздников уже пойду. Может, на этот палец, может, на другой. Немножко сделаем другой размер, чтобы оно у меня легко сходило, с пальца слазило и не слазило. Пока что пускай полежит, отдохнет кольцо у меня. На мой, мама пораньше придет. Да, мама уже скоро, уже рядом, сказала, одевайся. Так что неожиданно для нас. Мы еще сегодня не все приготовили, что, в принципе, могли бы, да, приготовить. Ну, в другой раз, в другой раз еще что-нибудь приготовим. Да, и поедим блинчики. Всем пока-пока! Пока-пока! Ну, вот и все, мой хороший день подошел к концу. Настюшу я вручила маме. Настюша ушла. И, в общем-то, мне делать больше нечего. Пора это видео завершать. Заняться его уже обработкой, монтажом. Кому видео понравилось, ставьте лайк, девочки. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч! Пишите комментарии. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok